Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну, политика, политика, дело грязное, но веселое. И эти великие мужи, великие мудрецы, ну, про наших-то мы, друзья мои, знаем, но давайте посмотрим Забугор, Забугор, и вспомним старину Байнона, который еще, еще, так сказать, президент, его еще не списали в утиль, он еще бодрый такой, бодрый, бодрый старикашка, да, бодрый старикашка. И, значит, кто еще? Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Друзья мои, забавный разговор, который вышел в публичное пространство. В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху сказал Байден Джоне, все он сечет, да, он, так сказать, под дурачка все работает, типа здоровается куда-то, а все он сечет. И Нетаньяху, видимо, думал, что можно ему, так сказать, вешать все, что хочешь. Старику он все равно половину не слышит. Заявил, что не нужно дезинформировать его о положении дел с переговорами по перемирению и освобождению заложников в секторе Газа. Не нужно лапшу на уши вешать, да, просто перестать вешать ему лапшу на уши. Тут Бениамин, или по-простецки Беня, и присел. Думает, ну и старикан, я его хотел там на фуфу взять. Как говорится, как помните фильм на Дерибасках, это, «Хорошая погода», и там, помните, такие персонажи, там, Козюльский. Перестаньте, не делайте мне мозги, Козюльский. Все эти ваши одесские приколы мне известны. Ну, вот, друзья мои, видите, Беня, Нетаньяху, Джо, как говорится, раскусил его на раз. И сказал просто, ну, это дипломатически там, перестаньте дезинформировать меня о положении вещей в переговорах. Ну, потому что дела серьезные, там, как бы, конфликт намечается. Израиль там грохнул двух этих, двух таких тоже, ну, жалеть о них не будем, да, такие бородатые морды, ну, мясники, живодеры, грохнули их в своих постелях в Тегеране. Ну, друзья мои, ловко, ловко, ловко. Израильские спецслужбы работают просто, можно сказать, браво, действительно достали. Но, значит, Иран собирается отомстить. Ну, это их право. Ну, здесь замешано, Америка посылает авианосцы, все, так сказать, настроились, уже был объявлен удар возмездия. Но, значит, иранцы его отменили, сказали, мы свое время, в нужное время и в нужный час, а вы ждите. То есть это будет не сегодня, не завтра, а вот когда мы захотим, мы это сделаем, а потом, значит, объявим. Ну, друзья мои, тоже политика, дело такое, там, по ним дали, ну, значит, ждите обратку. Как и в жизни, да, то есть вы кому-нибудь по морде вырезали, ждите, что или вам, это, как говорится, вам, вас где-нибудь подстерегут в темном уголке, либо что-то произойдет, либо там вам сарай спалят, или там машины колеса проткнут. Так что всегда понимайте, что вы кому-то сделали, ждите ответа. Ждите ответа, как слови лето. Ну, а здесь, да, два таких туза. Джо, старина Джо, сонный Джо. Однако Джо не спит, да, старый ковбой не спит. И он слушал, слушал, видно, сказал, Беня, не делай мне мозги. Это как эти ваши еврейские приколы, меня не проведешь, я все знаю. Я все знаю, у меня тоже везде свои глаза и уши. Твои мне докладывают раньше, чем тебе. Ну, в общем, друзья мои, забавно. Ну, что ответил Бениамин, наверное, засуетился. Беня там, вы не так меня поняли, я не то имел в виду, я вам все объясню. Ну, в общем, как говорится, задом закрутил, засуетился. Ну, посмотрим, посмотрим, друзья мои. На самом деле, в политике, друзья мои, такие же люди. Вот посмотрите на своего какого-нибудь соседа толстопуза, который пива спьет. Или на какую-нибудь старушку такую, которая там ходит, зырит везде. Поймите, что, в общем-то, такие же морды сидят там. Ну, просто они, ну, как бы, в важности себя давят. На самом деле, те же, только в профи. Все, драгоценные мои друзья, пока, счастливо.